ну что ж друзья всем привет с вами сегодня снова я денисов максим сегодня проводим довольно интересный вебинар также как в прошлый раз мы его проводим после дам галилео sky contest рассказываем о кейсах от первого лица победителей данного мероприятия соответственно друзья нас сегодня пока еще не очень много но я думаю что со временем снова люди будут подключаться как и прошлый раз напомню что если появляются вопросы вы хотели бы получить на них ответ то задаем вопросы во вкладке вопросы собственно как бы это не выглядело странно эта вкладка придумана как раз для них второе хочется сразу отметить что сегодня со мной будет всего один спикер из двух заявленных по определенным техническим причинам представители компании petroline не смогут участвовать но мы все равно осветим данный кейс в общих чертах и также сможем собрать вопросы вряд них ответим но по крайней мере мы их соберем консолидируем направим им и если нужно предоставим чуть позже ответы и так давайте мы с вами запустим презентацию сегодня поговорим как я уже и сказал по следам тех кейсов которые участвовали в конкурсе о создании систем мониторинга в экстремальных условиях соответственно это полярия заполярье это может быть какие-то другие экстремальные условия где очень жарко или очень много воды или очень холодно в общем экстремальных условиях много все что никому не комнатная температура все экстремально вот соответственно мы с вами как я уже и сказал поговорим сегодня чуть в уменьшенном составе буду представлять в качестве ведущего этот вебинар я денис максим со мной сегодня на связи павел соколов генеральный директор компании видар они являются напомню что победителем галилео sky contest номинации экстремальные условия вот павел расскажет немного о кейсе который выиграл расскажет немножко технических подробностей расскажет о предпосылках но и ответит том числе на вопросы может быть даст какую-то небольшое экономическое обоснование григорий матросов сегодня компания петра лайна к сожалению поприсутствовать не сможет как я уже сказал но их кейс в общих чертах мы все равно осветим не будем сдаваться по традиции мы проведем этот вебинар формате 60 минут примерно около 30-40 минут может быть 25-30 минут мы на расскажем о кейсах пособираем ваши вопросы и в течение оставшегося свободного времени мы обязательно на них ответим вот если вебинар пройдет чуть быстрее ничего страшного я думаю мы в любом случае проведем время полезно и напомню что все кто зарегистрировался но сегодня отсутствует ничего страшного тоже в этом нет вам последствия придет ссылка на запись для тех кто присутствует тоже сразу отвечу на вопрос который всегда из вебинаров вебинар почему-то курсирует запись придет всем если вы не можете досидеть до конца можете бежать по делам то соответственно бегите но если у вас есть такая возможность я думаю вам будет интересно и стоит задержаться и так что то у меня вот итак поговорим немного о морском комплекте компании видар который сделан на основе терминала бейсблок иридиум проходил испытания суровых условиях самых наверно суровых по северному морскому пути на пароходах ледового класса я думаю сейчас павел нам подробно расскажет павел расскажите что за проект в чем были предпосылки как был реализован что удалось получить в итоге вам слово добрый день уважаемые коллеги значит я являюсь генеральным директором компании видар вот морской комплект галилео sky это вот наше решение которое мы делали для скажем так норильского никеля для судов норильского никеля транспортного филиала и оттестировали сначала на одном пароходе это судно ледового класса мыльчегорск потом поставили на второй пароход это норильский никель и сейчас распространили решение на ряд крупных судоходных компаний сейчас у нас оснащено семь пароходов но вернее шесть и плюс один пароход у нас оснащен другим оборудованием вот значит целевая аудитория нашего решения она не ограничивается только большими пароходами потому что на самом деле она это решение предназначена для маломерного флота в первую очередь потому что рынок маломерного флота намного шире вот а ввиду того что мы его запускали скажем так зимой в прошлом году да это как раз был февраль то соответственно полигона для тестирования нас не было и естественно мы тестировали на судах заказчика первого заказчика вот который к нам обратился с такой проблемой что вот существующие оборудование все все оборудование которое существовало на тот момент на рынке но скажем так не соответствует и не соответствует заявленным требованиям ну и по крайней мере не выдерживает те условия в которых она эксплуатируется в арктике ряд причин для этого и имеется потому что есть конструктивные недоработки есть недоработки программного обеспечения но и в сочетании с суровыми арктическими условиями все это приводит к тому что например там оборудование зависает или перестает передавать но естественно это возникает проблему судовладельца с контролирующими органами и естественно он хочет решение которое будет более-менее гарантированно работать в арктике в любое время года до днем и ночью 24 часа все дни недели 365 не в году соответственно вот на рискин кель обратился к нам такой просьбы мы имели соответствующую компетенцию в этом в этой области потому что мы ну скажем так наши сотрудники более 20 лет занимаются вообще мониторингом флота но в основном это были технологии марсад си спутниковая из а из но и видео мы изучали ну наверно в течение четырех пяти лет последних и нам эта система очень понравилась поэтому все тонкости этой системы изучили досконально и знаем соответственно целевая аудитория нашего решения это абсолютно все сюда всех классов от маломерного флота до больших арктических соответственно ледоколов контейнеровозы ну и соответственно речной флот система иридиум напоминаю работает на несколько летящих спутников до имеет глобальное покрытие и соответственно обеспечивает все глобальную связь в отличие от других вот соответственно ну тут на этом слайде представлена возможности терминала галилео skybase блок иридиум на основе которого реализовано наше решение что там существует куча портов значит аналоговых входов на базе которых можно отслеживать там нажатие кнопок и собирать данные из температурных датчиков и так далее соответственно решение компактное да и мы упаковали все и терминал и антенки соответственно вот такой и гермобокс вот на представленной картинке вы видите соответственно на крепление из нержавейки установлен гермобокс там находятся непосредственно терминал галилео sky сверху находится три антенны включая gsm gps глонас и иридиум и соответственно дальше идет кабель до 30 метров до вот этого блока блока управления диагностики который мы называем будда да соответственно на этом блоке диагностика имеется индикация и соответственно два органа управления но в данной модели на модели вот эти 321 h означает что это три индикатора два органа управления один источник питания соответственно вот это самых ходовая модель для судов таких крупнотоннажных потому что на крупнотоннажных судах обеспечено гарантированное электропитание бортовое вот и соответственно требуется каких-то дополнительных схем которые позволяют запитывать устройство от двух независимых источников питания значит про приема передатчик и антенн упакованы в одном моноблоке я рассказал значит блок управления диагностики оснащен ключом двухпозиционном соответственно путем поворота ключа в положение там он-off можно на прибор выключить или включить да а желтая кнопка она без фиксации предназначена для ручной подачи отчета оппозиции ну на всякий случай для проверки и так далее соответственно в зоне действия gsm сети кроме передачи по каналу иридиум еще осуществляется передача по каналу джессы но только в зоне действия сети джессы вот индикация показывает включение прибора соответственно состояние источника питания и еще одна кнопочка показывает разные разные режимы работы устройства значит показывает проблемы со связью с определением координат gps глонас и также показывает когда например на кнопку желтую эту можно нажать двумя разными способами это значит нажать и удержать 3 секунды это приведет к подаче ручного сигнала или например в течение 10 секунд трехкратно нажать на эту кнопку для того чтобы перегрузить устройство перегрузить устройство перегрузить все модули устройства за исключением главного контроллера ну то есть контроллера терминал это вот у нас такая модель ходовая 3 2 1 n n n n она говорит что с нижним разъемом ну то есть вы видите на картинке что подключение кабеля осуществляется снизу следующая модель это у нас есть модификация вот 4 3 2 n россии ну вообще рассчитан прибор но на диапазон 939 как и терминал галерео sky но скажем так номинальное напряжение на которые рассчитаны эти приборы для эксплуатации на судов это 12 или 24 вольта в основном от 24 вольта до 4 3 2 говорит о том что 4 индикатора 3 органа управления и два источника питания два источника независимых соответственно в блоке управления диагностики реализована рельеф который автоматически при пропадании электропитания от основного источника питания переключается переключается на 2 резервный источник питания функционал устройства одинаков и аналогичен вернее с устройством 3 2 1 единственное отличие то что еще один индикатор добавлен соответственно с левого торца еще имеется одна кнопочка которая отключает батарейный отсек и соответственно тут используются два независимых источника питания вот эти комплекты предназначенные но скажем так для судов где нет гарантированного электропитания там где бортовое питание может отключаться и соответственно в этом случае прибор переходит на аккумуляторную батарею или в какой-то второй источник электропитания третья модель это облегченный вариант соответственно здесь нет укрепления вместо крепления используются 4 неодимовых магнита соответственно крепление может быть без неодимовых магнитов просто происходит в отличие от представленных ранее модели где корпус герметично закрыт и запаян да то вот этот легкий комплект этот в основном для оснащения маломерных яхт ну и маломерных судов потому что крепление осуществляется через верхнюю и верхнюю крышку со съемом верхней крышки и соответственно можно его прикручивать плоской поверхности саморезами либо вот поставить на металлическую поверхность четырьмя неодимовыми магнитами усилия на разрыв каждого магнита там порядка 30 32 килограмм то есть четыре магнита но только сильным рывком можно скажем от оторвать его от металлической металлического основания значит длина кабеля до вот коммутационной коробочкой опять до 30 метров для яхт обычно это не требуется там 5-10 метров вполне достаточно на коммутационной коробке у нас два органа управления это вот красная большая кнопка включение выключения питания и в ней же находится встроенный индикатор который показывает статус устройства то есть правильно ли он функционирует если координаты и так далее зеленой кнопкой то же самое можно произвести подачу либо отчета в ручном режиме либо перегрузить устройство модуле устройства за исключением контроллер значит испытывали мы первый прототип устройства на судне норильского никеля манчегорск значит поставили мы его 3 или 4 февраля 21 года как раз вот февраль март апрель это самые морозы в арктике и соответственно по настоящее время терминал находится на судне сначала он стоял в одном месте ну скажем так на тестовых испытаниях его потому что быстро установили где там в ночь но вечером его установили а уже 4 числа пароход пошел в рейс то есть не было времени на раскачку быстренько его установили и соответственно отправили в арктику и по прошествию полгода его вот переставили на штатное место вот рядом с каждым скажем так с прожектором и соответственно вот феврале этого года у нас исполнился ровно год эксплуатации этого оборудования мы подбили так сказать результаты значит нал передает отчеты с интервалом 20 минут до был точно 26 тысяч там семьсот двадцать шесть отчетов был пропущена 178 отчетов ну и про стабильный процент потерь меньше одного процента то есть 0 66 процента то есть стабильность мониторинга за год составила 99 и 34 сотых процентов то есть такого скажем так решение по стабильности я за свою практику не встречал я в том что вы через мои руки проходило много трекеров на основе иридиум sbd и я вам могу сказать что эти результаты ну недостижимы для отечественных аналогов по крайней мере для отечественных аналогов значит кроме норильского никеля мы также на испытания поставили наше решение фигупатом флот на ледокол 50 лет победы вот в декабре того года пароход успешно ушел в арктику на работу по настоящее время он находится вот в карском море работает скажем так рубит лед и соответственно на текущий момент получены точно такие же результаты ну плюс-минус там количество отчетов около 7000 штук и результативность ну практически 100 процентов вот скажу еще что еще шесть пароходов оснащены нашим решением в основном это 321 комплект и соответственно там точно также 99 процентов и больше стабильность передачи отчетов значит с какими проблемами мы сталкивались ну в арктике естественно проблемы это первые проблемы это критически очень низкие температуры да ну здесь мы конечно все полагались скажем так на качественно подобного подобранную элементную базу трекере на заявленный температурный диапазон ну и с учетом того что мы скажем так упаковывали сам терминал дополнительный корпус да мы ожидали что немного сгладить этот температурный диапазон потому что в арктике минус минус тридцать девять минус сорок пять бывают такие температуры вот и это там например не один день а например там в течение недели до соответственно если ну скажем так элементная бада не выдерживает такой температурный диапазон то соответственно естественно все перестанет работать значит собранные данные мы вот 50 лет победы мы дополнительно собирали температуру температуру с датчика который находится внутри платы и соответственно собирали температуру но не датчиков в ручном режиме с температур окружающей среды вот и скажем так что двойной корпус двойной корпус позволяет существенно сгладить температурный диапазон вот если на улице там минус 35 то температурный датчик на материнской плате терминала показывает минус 22 минус 21 то есть это совершенно уже другой подход то есть элементная база находится не в таком критическим диапазоне второй момент это вот сейчас будет весна соответственно переход через ноль то есть то минус то плюс точка расы выпадания на металлических изделиях конденсата соответственно внутри корпуса будет прониковый эффект значит естественно терминал мы собираем не в вакууме не закачиваем азот потому что используем дешевые компоненты вот поэтому терминал мы поместили естественно силикоген для того чтобы он сработал вот и вот сейчас мы скажем так дождемся лето мы обязательно вскроем прототип посмотрим в каком состоянии находятся платы элементы если следы коррозии вот и с учетом этого будем уже дальше дорабатывать не дорабатывать наше решение вот еще одно немаловажное немаловажный фактор на судне идет постоянная вибрация поэтому при сборке устройства мы использовали ну естественно гровер и там все надежно крепили но естественно все все затяжки и и винтики болтики шайбочки соответственно мы контрили с помощью лака и нитрокраски ну как старые советские времена для надежности и соответственно это ну скажем так мелочь но эта мелочь позволяет скажем так многих неприятностей которые могут на пустом месте возникнуть избежать что еще герметичность корпуса используем ну скажем так гермобокс китайского производства выбрали достаточно хороший гермобокс толщина там 3 миллиметра без пластик ну скажем так мы не химики как говорится спектральный анализ не делали и как он поведет на ультрафиолете и так далее только покажет практика но самое главное это уплотнение то есть герметизация соответственно вот эти первые две модели которые предназначены групп для крупно тонажных судов они собираются полностью в сборочном цехе и соответственно герметизируются но герметизируются как там есть уплотнительная резинка вот и скажем так она смазывается обязательно силиконом силиконовой смазкой для того чтобы ну скажем так стопроцентно загерметизировать корпус изделия значит пластиковые винты которые скрепляют верхнюю нижнюю крышку они имеют отдельные камеры до соответственно сверху эти винты тоже герметизируются специальным силиконовым герметиком который предназначен для аквариумов морских аквариумов вот все это позволяет вот скажем так сказать обеспечить долговечность изделия именно вот в таких вот критических условиях вот но в принципе все значит что я могу сказать на текущий момент на 6 пароходов процент стабильности 99 близится к 100 вот пока что у нас все хорошо ни одного отказа все максим доклада закончен но я бы не сказал что это прям доклад скорее можно рассчитывать что это рассказ до освещения проекта друзья напомню что если у вас есть вопросы можно задавать в вкладку вопросы также напомню что все кто зарегистрировался либо принимает участие в самом вебинаре получат так или иначе запись поэтому как я предрекал такие вопросы будут но напомню еще раз действительно не забывайте пожалуйста реагировать там снизу есть огонечек жмакайте его столько сколько вам хочется или насколько вам нравится то что вам рассказывают для того чтобы можно было видеть реакцию аудитории хоть она сегодня довольно небольшая я так понимаю все заняты подготовкой к майским праздникам потому что длинные выходные впереди и все пытаются закрыть проекты из года в год одна и та же история поэтому понятно что у нас немного но как говорится мы в тельняшках вот друзья если вопросы есть давайте если нет я предлагаю перейти к следующему кейсу павел спасибо вам предлагаю вам остаться до конца вебинара с нами просто вопросы могут у кого-то появиться чуть позже и соответственно них ответить для того чтобы рассказать про кейс компании петра line про систему контроля расхода топлива я приглашу мою коллегу екатерину она у нас закадровый специалист да то есть она занимается нашим нашими с вами мероприятиями специалист маркетинга она сегодня порадует нас присутствием а не только за кадром работать правильно вот ну что давай договоримся тогда о следующем что я переключаю слайды ты рассказываешь друзьям не смогли у нас специалисты нпв петра line сегодня быть вот но очень часто мы с ними общались по поводу их кейс давай еще немного мы включали собственно в галилео sky contest я напомню что этот вебинар тоже в рамках галилео sky contest вот кстати павел победитель в одной из номинаций да точнее компания видар ну компания петра line другой собственно что делает компания петра line для нас с вами для всех они занимаются стационарными объектами это нефтедобывающие такие вот платформы вышки в основном либо где-то на севере там красноярский край к примеру либо это степи казахстан да как принято это говорить самое ценное в их решении это их контроля пульсар и вы видите на экране даже можно нажать стрелочку вот вот этот вот контроллер это самое основное что они делают и он состоит как раз в контроллере в том числе помимо там других приборов которые внутри потом покажем стоит наш терминал сейчас они используют насколько я знаю 7x вай фай х потому что ну сами понимаете со связью тут в таких местах не очень хорошо все система собирается вот таким образом как это показано на схеме так можно я правильно понимаю что они по сути собирают свой контроллер на базе нашего терминала далее подключают периферии упаковывают этот стационарный объект подключают к вышке используя различные каналы связи передают данные о данной вышке там есть одна важная деталь они сделают сами одну плату которую вставляет в этот контроллер она собирает определенные данные со всех дач и прочего 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 это плата передает все данные на наш терминал а уже терминал через изложек на сервер отправляет в виде там отчетов определенных что кстати немаловажно ребята из НПП Петролайн пишут по мониторинга самостоятельно вот каждый проект ну он в основном примерно один и тот же потому что стационарные объекты у них всегда стационарно никуда не движутся никуда не едут их не надо отслеживать только чуть дорабатывают под какие-то там минимальные процессы клиента но они редко когда отличаются потому что нефть есть нефть ну в общем то вот что обеспечивает контроллер пульсар все данные записывают передает регистрирует без связи вот так когда это к примеру вай фай они поставили что внутри всех объектов одного объекта были было соотношение между информацией вот примеру то есть они рядом с контроллером выводят табло на котором все видно то есть не надо никуда-то ходить ничего ничего искать никакие контроллеры сразу между собой обмениваются информация так понимаю ну да потому что тут важно чтобы эта информация аккумулировалась потом 1 отчет куда-то в определенном виде но а насколько я знаю они рассказывали что это отчеты просто в таблицах excel ну потому что большего не требуется для отслеживания данных на платформе сброс там где нет связи я так понимаю происходит через точку доступа среди связи также не используют они не работают среди они есть в общем-то топливозаправщик который во первых есть те кто доставляет сотрудников на место работы и есть еще топливозаправщики которые доставляют топливо заправляют там какие-то автомобили и так далее то есть и они эти данные так или иначе собирают в том числе но еще стоит напомнить что вышки сами работают на генераторах потому что если она стоит в поле то выработка электричества необходимо проводить через генерацию электричества и там используется топливо очень часто да ну в общем то вот что делает сам контроллер отслеживать не только приход расход топлива его корреляцию но в том числе он отслеживает энергоресурсы которые потребляет сама вот это вот станция в общем там электроэнергию кто-то еще то есть вот здесь все все абсолютно контролирует здесь видно мощность переменного тока пожалуйста то есть здесь ну включается много всего в конце покажу как одно из решений сделали в красноярском крае морской контейнер него насовали все такой ящик пандоры в котором есть все увидите сейчас а в общем то вот что входит в саму систему вот здесь вода это уже собранный контроллер к нему подключаются все преобразователи измерители датчики уровня топлива счетчик электроэнергии меркурий это одна из основных вещей в том числе он тоже подключается в контроллер просто чтобы все это было к нему подведено а дальше уже он собирает с них все данные и отправляет нет и я так понимаю управляют системы случай аларма скорее всего алгоритм из лоджик тоже там заложен потому что он конечно помню они присылали большие ну скриншоты алгоритмов очень сложных очень массивных которые работают на стороне этого контроллера ну внутри терминала галилео sky да коллеги сразу хочу сказать что все представленное оборудование она интегрирована с терминалами и с конечно же контроллерами петра line есть все необходимые инструкции на нашем сайте всегда во вкладке поддержки вы можете спокойно обратиться к инструкциям и того же тех же дутов и тех же счетчиков меркурий и всего что необходимо сразу там расходомеры и так далее если чего-то не найдете всегда можете задать вопрос на линии техподдержки на саппорт собака галилео sky.ru или по телефону поэтому не стесняйтесь обращайтесь всегда рада помочь вот сам терминал который они используют сейчас раньше они ставили терминалы 5 0 и без блок вайфай но сейчас у нас есть один 7x вайфай хаб они используют его это удобнее делать вот так выглядит по которое пишут сами петра line а которая отслеживает все данные вот собственно выводит в excel да потом то есть у них графики уровня расхода топлива то есть вот здесь вот отчет уже по топливу который показывает все цифры но вот не ничего хитрого ну то есть такое но она вполне покрывает насколько я понимаю потребности заказчиков здесь что что конкретно он в персию выводит то есть посмотреть в персию выводит все данные то есть можно их выгрузить можно оставить как удобно отлично тебе известно может быть вы когда общались не рассказывали как проходит именно техническая поддержка то есть кто является оператором системы это они аккумулируют у себя предоставляют виде готовых отчетов или все-таки они разворачивают систему у заказчика и заказчик сам ведет все операции контроль насколько я поняла по разговорам с руководителем проекта то заказчик сам себя все эти отчеты мирует аккумулирует и так далее но техническую поддержку все равно обеспечивает петра лайна стоили той или иной степени вот но не такой что они за них там делаются это отчеты и уже им отправляют нужно заказчика самостоятельно это делают в той мере в которой им это необходимо то есть в день в неделю в месяц и так далее отлично идем дальше а вот и само решение это вот собственно морской контейнер здесь вот схема есть тут раз подписано что стоит где ну здесь уже живьем собственно говоря этот контейнер вот здесь может не все видно но это уже реальная фотография где сделано само решение внутри морского контейнера такое ощущение что не хватает еще места оператора который приходит и может там работать контроллер работает работает вот пост кнопочная получается находится вот за той дальней стеной от колонки от топлива в отдельном помещении безопасности это норма безопасности всего того что здесь уже будут работать люди так или иначе сюда тот человек заходит реже потому что здесь автоматическая то есть идет по трубкам и в общем то здесь как раз определяется это вот система контроля и учета топлива на как раз на платформах то есть топливозаправщик привозит топливо куда-то его потом из нее нужно заправить транспорт который привозит возит людей который работает на самом объекте дорог генератор подает естественно да и все весь этот учет надо вести каким бы то ни было образом во первых во вторых отследить качество топлива да тут есть датчики качества топлива внутри стоят они какое но хорошие нехорошие то есть сколько чего в нем находится и я спрашивала как-то зачем на вам контролировать ну заправились улажатом вроде как нефть добывает не в населенном пункте на что мне рассказали что населенный пункт на самом деле не так далеко оттуда и ну едет какой-нибудь там человек заправился и увез на сторону 100 литров каких-нибудь сразу и систем авторизации каких-то нет что но нельзя заправить да я спрашивала но насколько я понимаю они их мест не стали делать в силу определенных причин это во первых в отсутствие конкретных связи да ну для того чтобы авторизировать нужна хоть какая-то связь вот во вторых это видимо не очень удобно заказчиков и поэтому вот была придумана вот эта система собственная которая как я конкретно отслеживает кому что сколько отгрузили и куда ушло ну на сторону не ушло но тут уже вот именно таким образом тем более насколько понимаю площади тех нефтедобывающих площадок достаточно большие здесь тоже отслеживать это не так просто поэтому здесь вот такая вот система в принципе насколько я понимаю она абсолютно рабочая то есть сейчас вот красноярском крае на добывающей площадке стоит этот контейнер который в общем то работает и основную часть его работы выполняет контроллер пульсар а в многом них уже таких объектов насколько я понимаю пока нет потому что решение скажем прямо не сильно дешевая но не выглядит она довольно дорого и не самая быстро исполнимая насколько понимаю пока не так много но они уже ставят в казахстане где-то уже в сибири где-то и насколько я знаю вроде этой весной должны были тоже куда-то на север поставить эти контейнеры на единственная проблема их подвели немножко поставщики таких контейнеров но это вот подожил у петра лайна выяснять они там сейчас этим разбираются окей на этом у нас вот еще группа до которая внутри стоит этого контейнера ну вот шкаф управления которые там вы видели да на схеме электронасос фильтр собственно вот сердце счетчик расходы расходомер сам контроллер непосредственно топливозапроводочная колонка интересно кстати все очень похоже на колонку экзотрона но я не уверен что это их может быть если представители экзотрона здесь есть можете отозваться ваши это или нет огнепреградитель да я так понимаю это штука которая занимается потому что здесь все-таки топлива и здесь идите дальше есть система тушения пожаров и далее потому что здесь все таки идет топлива и возможно могут скапливаться еще что-то чтобы ничего точно не произошло потому что если внутри этой штуки что-то загорится не дай бог рванет рванет вся база лучше лучше чтобы не произошло ребята беспокоятся без безусловно пожаробезопасности ну собственно все екатерина спасибо тебе большое что ты пришла рассказать не постеснялась просто кейс нам не принадлежит на его не изучали глубоко но он безусловно заслуживает пристального внимания екатерина моя коллега представителя маркетинга компании галилео sky была с нами все спасибо большое надо нам с тобой завершить я еще хочу сказать что напомню что компания видар победила галилео sky контест номинации как раз экстремальные условия а компания петра лайна победила в номинации телематика в нефтегазе в общем то но и там и там очень экстремальные условия в принципе в основном саму работу спасибо павел я тогда отклоняюсь спасибо отлично так друзья у нас с вами осталось совершенно немного времени но мы укладываемся в тайминг нас до сих форме много людей поэтому я думаю что вопросов может быть немного или их может не быть давайте в таком случае будем подводить итоги если у вас какие то вопросы к полу он может ответить их сейчас если нет то я предлагаю задать вопросы петра лайн мы их обязательно направим и попросим дать какие-то определенные разъяснения которые мы в том числе отправим вам если вопросов нет тогда мы можем закончить этот вебинар так вопросов нет павел вам тогда спасибо большое за участие я думаю мы с вами будем еще довольно плотно и продуктивно работать будем следить за развитием успехов компании видар на атомном флоте нашей страны и частном атомном плотина средних и малых судах безусловно будем вам помогать павел генеральный директор компании видар меня зовут максим компания галилео sky соответственно коллеги всем большое спасибо что вы посетили данное мероприятие если что контакты все на экране можете писать нам звонить нам мы всегда рады ответить всем крепкого здоровья и все пока в таком случае все всем пока спасибо